Всем привет! Сегодня я хочу начать с загадки. Попробуйте догадаться, откуда родом человек, который так говорит на английском. Когда я показал эту запись американке, то она предположила, что это канадец, но это неправильный ответ, поэтому я дам еще одну подсказку. Берегите воду, пейте пиво. А теперь, внимание, правильный ответ. Привет, меня зовут Ши До, я китаец, и берегите воду, пейте пиво. Итак, тема сегодняшнего видео – нужно ли достигать хорошего произношения в иностранном языке, а если да, то как это сделать? Прежде всего, я хочу сказать, что ни в коем случае нельзя стесняться своего акцента в иностранном языке. Поверьте, никто не собирается над вами смеяться. Немного более подробно в этом можете узнать в одном из моих видео, которое посвящено ошибкам и стыду, которые мы испытываем, когда говорим на иностранном языке. С точки зрения практики, можно выделить как минимум три уровня владения произношением в иностранном языке. Первый уровень – когда вы говорите так, что вас почти никто не понимает или вообще никто не понимает. Второй – это когда вы говорите с сильным акцентом, но, тем не менее, все вас понимают без труда. И, наконец, третий уровень – когда у вас хорошее или даже отличное произношение и, возможно, вас можно принять за носителя языка. Ну, конечно, нужно разговаривать так, чтобы вас понимали, иначе какой вообще смысл учить иностранный язык. И здесь у меня есть очень хорошая новость. Если фонетические системы вашего родного языка и иностранного довольно близки, то, скорее всего, вас будут понимать и вам не нужно прилагать специальных усилий. И вот яркий пример. Let me speak from my heart in English. My friends, today is a unique moment in time, both for my country and for FIFA. Russia represents its new horizons for FIFA. Здесь Мутко просто читает заготовленный текст, написанный русскими буквами. И он читает это по всем правилам русского произношения и не пытается имитировать никаких черт английской фонетики. Тем не менее, все носители языка, которым я показывал эту запись, говорили, что понимают его английский без проблем. Другой пример – это индийцы. Почти каждый образованный индиец хорошо говорит на английском языке, ведь он используется и в школах, и в университетах. У индийцев очень хороший словарный запас, хорошая грамматика. Но, тем не менее, они, как правило, говорят с сильным, ярким индийским акцентом, от которого они даже не пытаются избавиться. И тем не менее, все их очень хорошо понимают. Но вот если за английский язык возьмется китаец или японец и будет говорить с сильным родным акцентом, то понять его может быть гораздо труднее. И у меня самого был случай много лет назад, когда я обратился к моему японскому коллеге за помощью. Он что-то начал оживленно мне рассказывать, но поскольку я не понял ни слова, то мне пришлось разбираться во всем самому. А все дело в том, что японские и китайские языки слоговые. В них есть ограниченное количество допустимых слогов. Нельзя поставить подряд несколько случайных согласных. И поэтому носители этих языков вынуждены вставлять множество дополнительных гласных, а это сильно искажает ритм речи и сильно затрудняет понимание. Так что же, означает ли это, что если вы уже владеете понятным произношением, то вам нужно расслабиться? Ну, это зависит от цели, которую вы ставите. Например, если вы хотите выступать публично, то лучше все-таки сделать вашу речь приближенной к правильному произношению. Потому что так она будет более понятной, более привлекательной, более интересной и так далее. Но этого мало. Хорошее произношение слышится в каждом слове. И носитель языка обязательно это почувствует, оценит и восхитится вашими усилиями. И с легкостью простит вам огрехи в грамматике или лексике. А ведь поставить хорошее произношение можно гораздо быстрее, чем добиться хорошей грамматики или тем более словарного запаса. Но если вы знаете, как именно это нужно сделать. К сожалению, в школе обычно уделяют довольно мало внимания фонетике. Особенно по сравнению с грамматикой, которой уделяют напротив чрезмерное внимание. Поэтому почти каждый школьник скажет вам, что такое подлежащее, или глагол, или страдательный залог. Но с базовыми понятиями фонетики ученики обычно не знакомы. И такие слова, как «неогубленный», «гласный», «переднего ряда», «нижнего подъема» звучат как полнейшая абракадабра и вызывают глубокий здоровый сон. Когда я обратился к моей учительнице английского языка за советом, как улучшить свое произношение, она сказала «слушай больше записей носителя языка». Этот совет очень хорошо работает для как минимум детей до 10 лет, потому что они прекрасно и естественным образом впитывают правильное произношение просто из-за того, что они погружены в языковую среду. Однако с возрастом эта способность затухает. И тут работает вот что. Наш мозг пытается в речевом потоке уловить знакомые звуки и знакомые слова. Именно поэтому мы способны, например, с легкостью понимать родную речь, даже если она искажена шумом или помехами по телефону. Мы пытаемся услышать уже что-то знакомое. И вот любопытный пример. Скажите, какую фразу вы здесь расслышали? Слепой камин Лично я, как и многие другие носители русского языка, слышат здесь «слепой камин», хотя в песне поется «Sweet boy come in». Есть даже забавный жанр под названием «missed lyrics», когда берется песня и для нее пишется текст на другом языке, который звучит очень похоже, а по смыслу он совершенно другой. Ну вот, кстати, один из забавных примеров, который мне очень нравится. Таким образом, одного только слушания носителя языка может оказаться недостаточно. Вам нужно понимать, что вы собираетесь услышать. Если вы хотите научиться танцевать, то вы можете смотреть, как это делают профессиональные танцоры и стараться им подражать. Однако для большинства людей более эффективным способом оказывается обратиться к учителю, который объяснит технику, объяснит теорию танца, объяснит, как нужно правильно, к примеру, размещать баланс тела, из каких конкретных движений состоит та или иная фигура в танце и так далее. И то же самое применимо и к фонетике. Если вы разбираетесь немного в теории, то это позволит вам достичь гораздо более высокого качества произношения и сделать это проще. И я хочу привести пару примеров очень характерных особенностей русского акцента в английском, которые были у меня и которые я смог исправить только когда закончил школу, отучился на английскому языку 10 лет, и мне повезло наткнуться на несколько статей по английской фонетике. Первая история. В английском языке существует контраст между двумя гласными, которые условно называются краткое и долгое «и». Названия приблизительные, и на самом деле эти звуки отличаются не столько долготой, сколько качеством звучания. Для русскоязычного человека очевидна разница между словами «был» – «бил», «мыло» – «мило». И точно так же для носителя английского языка очевидна разница, например, между «list» – «list» или «bit» – «beat». Звук «ы», так называемое короткое «и», является ненапряженным, при этом губы улыбаются чуть меньше, а язык чуть более отнесён в центр рта. Такова техника его произношения. Но что ещё более интересно, в украинском языке существует практически такой же звук и практически такой же контраст. Есть «и», есть «ы», которые записываются разными буквами. И удивительно и прискорбно, что никто из учителей моей харьковской школы не объяснил мне это. Вторая история – это придыхательные согласные. В английском языке глухие согласные придыхаются в начале ударных слогов. Ну, звучит довольно коряво и непонятно, но на самом деле дело очень простое. Давайте мы возьмём листок бумаги и попытаемся произнести два очень похожих слова – русское «test» и английское «test». Берём русское слово «test», «test», «test». Как вы видите, листочек бумаги остаётся на месте. Теперь английское «test», «test», «test». Вы видите, что листочек колеблется каждый раз, когда я произношу первое «т». Это и есть придыхание. И в английском языке вы можете его игнорировать, и вас по-прежнему все будут понимать, но носитель языка безошибочно угадает у вас иностранный акцент. Однако есть языки, например, китайский, в котором такое придыхание очень важно. И если вы его игнорируете, то ваш китайский попросту никто не поймёт. Вместо такого контраста, как у нас в русском «д», «т», там будет контраст между «т», «т». Для того, чтобы разобраться в фонетической теории, я рекомендую начать с международного фонетического алфавита. Именно так поступил мой друг-китаец. Именно так поступают и оперные певцы, которые хотят освоить безукоризненное итальянское произношение. В школе мы изучаем транскрипцию для английских слов, и в ней как раз и используется этот алфавит, или МФА. МФА вообще предназначен для записи звуков любого человеческого языка, поэтому в нём более сотни символов, но это не должно нас пугать. Нам необходимо сначала разобраться с принципами построения этого алфавита и техникой работы органов речи — губ, языка и т.д. Затем нужно обратить внимание на те символы, которые используются в иностранном языке, который вы учите. А из них — обратить внимание на те, которые отличаются от звуков вашей родной речи. И, скорее всего, таких наберётся примерно около десятка. МФА превосходно масштабируется, и если вы разобрались с ним один раз, то потом для каждого нового языка вы сможете применить полученные навыки, и тогда освоение новой фонетики на хорошем уровне будет занимать у вас несколько дней или несколько недель, но это уж точно не будет вопросом месяцев или даже лет подготовки. Но я должен подчеркнуть, что освоить хорошее произношение при помощи только теории невозможно, так же, как невозможно научиться танцевать, только изучая теорию танца. Необходима практика. Но практика, подкреплённая теорией — это совершенно другое дело, и вы сможете достичь более качественного и более профессионального произношения за меньшее время, если вы знакомы с фонетической теорией. Пишите в комментариях под этим видео, насколько вы уделяете внимание произношению в иностранном языке, пишите, знакомы ли вы с международным фонетическим алфавитом и используете ли его. Ну а впереди нас ждёт ещё много интересного, поэтому до встречи в новых видео. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова